Ай-яй-яй-яй Ну я должен был ослабить этих ребят На следующий раз я побежу однозначно Переобучим всех Не всех можем переобучить Чтобы успокоить этих Бесконечно шляющихся по нашим землям повстанцев Ну, наверное, мне кажется Нужны будут передовые отряды Которые будут продвигаться туда Вглубь варварских провинций И также нужны будут на мостах Определенные заграждения Заград отряды, которые будут блокировать Вероятное приближение Каких-то там Не знаю кто там, ломбарды Какие-то еще племена Уберем лишних Нет смысла их содержать Этих наемников, за них платить Если у нас есть возможность Получить свое распоряжение Лучшие войска Войска, вернее, более эффективные Ну, те, которые можно восполнять, пополнять Ну и пока не видно никаких варваров Будем продвигаться Будем продвигаться дальше Посмотрим, чем это для нас обернется И будем рассказывать Рассказывать о великом переселении народов Что касается, снова же Причин этих поселений То я обращал неоднократно внимание Что значительную роль В этих переселениях сыграли климатические причины Похолодание Похолодание, особенно которое пришлось на 6 век Нашей эры То есть после 500 года Где-то в 10-20-х десятилетиях Пошло серьезное похолодание И тогда усилилось Оно стало катализатором Переселения этих народов В принципе, некоторые даже отображают Начало с этого переселения с готов То есть чуть пораньше, чем с гунов Но тем не менее, в общем, классическая такая история Гласит, что 375-й год В Европу вторгаются гуны Ну, с востока Народ садников О гунах мы поговорим тоже Это отдельно Там и о Тиле нужно будет поговорить Да, кстати, вот гуны То есть после готов гуны будут следовать Как я уже говорил И эти ребята Они очень сильно надавили на готов Которые к тому времени уже имеют Некоторые государства Которые они основали Сейчас мы о готовах Очень скоро поговорим Фактически сейчас Переформировываю войска Чтобы не было лишних Чтобы удалить то, что Совсем не нужно Чтобы было то, что нужно Не соединяю Потому что у нас есть опытные юниты Которые хочется переобучить И чтобы у нас была действительно Уже кавалерия такая офигенная По завязку заряженная Своими возможностями То есть вот 375-й год Вторжение Которое начало это переселение Но тем не менее усилило Переселение именно Климатические показатели Так Ну что Генобаут Хитрый В принципе сам Хочет этого Ну давайте сделаем Война сладка для тех Кто ее не знает Вот действительно факт Виндар Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В общем-то, ну, самоубийственная миссия у него, да, выйти, нас покромсать не удастся, у нас слишком много кавалерии, у нас слишком много патрициев, которые способны его сразу же задавить, да и лучников, да и вообще все у нас как бы складывается неплохо, вполне себе. Так что сейчас просто элементарно остается вот использовать, например, колесницы, интересно будет на это посмотреть. Баллисты, колесничные. Скорпионы, да, даже скорее скорпионы, чем баллисты. О, да их буквально сразу снесло, смяло всех этих копейщиков нашей такой атакой, даже пограничники способны их уничтожить. Ну, что там, стреляют наши? Да, стреляют, я их не отвлекаю от таранов, ни от каких таких вещей, пускай они держатся, у них даже более преимущественная позиция получается. Ну, давайте надавим немного на врага, в принципе, тут и нечего давить. И добьем. Все, отводим этих наших стреляющих основных юнитов, чтобы они не трогали, сейчас не нарушили все равновесие ситуацию, ну и добьем, добьем. Ополченцы-мечники, это уже, конечно, посерьезнее. Тем не менее, мне кажется, их дух должен быть подавлен определенным образом, из-за такого количества врага это во-первых, а во-вторых, из-за того, что их товарищи уже сбежали. Нет, стоят, держатся. Ну-ну-ну-ну, чего вы там стоите в сторонке? Присоединяйтесь. Решайте проблему, раз и навсегда. Блин, ну они неплохо держатся. Нет, все, пошло-пошло-пошло дело, жестко им приходится. Ха-ха-ха, мы оголили тут немножечко, получается, для командира. Все, съели. Теперь можно назад поворачиваться, еще паладины, телохранители. Нифига себе, 79 человек, паладинов, телохранители. Нет-нет-нет, поворачиваем, поворачиваем назад. Так, это будет неразумным действием. Так, там даже наши лучники затронуты. Ну, сильно лучников беречь мы не будем. Хотя, серебряные лучники. Нет-нет-нет, назад, поворачиваемся, все, идем-идем-идем, работаем, атакуем. Вот сзади, если вы как раз его атакуете, то вы тут и разберетесь. Блин, смотрите, как они, эти паладины, крошат сарматов. Все, закончили. Победа безоговорочная. С хитрецом покончено. Не такой же он и хитрый оказался. Уничтожаем жителей, и все. Да, как-то никто и не появился. Нету никаких франков. И че? Хе. Странно, они маник. Правда, переселение народа? Франки, да. Бежать спасают свою жизнь. Они забрали с собой всех женщин, детей, скарб. А где же они? Где они и их дети? Я не вижу. Реально не вижу этой ситуации. Ну ладно. Нет так нет. Пока что она нас не касается. Ну а там, может быть, где-то они на краю карты появились. Или, может быть, где-то передвигаться. Будут составить компанию ломбарцам, да, ломбарды. Там тоже переселяются потихоньку. Было бы хорошо, чтобы в этом поселении хатов создавали такие же воины, как и в остальных варварских поселениях. То есть уже с такими серебряными лычечками. С опытом с конкретным. Неплохой бонус совсем для дальнейшей нашей экспансии. Что вас не устраивает, друзья? Ну что ж так. Минус 55 налоги, 60. Да хватит, мне кажется, хватит. Надо оставить еще кого-то, наверное, да. А, есть у нас на подходе еще здесь копейщики. Хорошо. Ну вот и замерили селение. Итак, великое переселение народа. В 375 год. С востока вторгаются гуны. Также о франках мы уже рассказывали. Франки, в общем-то, заселяют территорию современную, которая принадлежит Нидерландам. И затем начинаются отношения у Готов, а конкретно у Вест Готов. То есть Аларих вторгается в Италию. И начинаются вот эти все проблемы между франками, вандалами, алиманами, аланами, о которых мы говорили в рамках рассказа о франках. Однако это все, опять же, только такой начальный этап, который, в принципе, следует за таким своеобразным, как бы это описать, желанием этих варварских народов жить лучше. То есть, в основном, видите, что северные вторженцы, то есть, аскандиналии, эти вторженцы, если сказать, и Готов тоже, и многие другие германские племена, которые торгаются по той причине, что они хотят лучших земель, лучших условий жизни, не лучших обстоятельств для своей жизни. Пока мы здесь приводим в порядок наше хозяйство имперское, то еще можно упомянуть тот факт, что в начале, в самом начале Римской империи, да еще и до того, еще и во времена республики, многие варвары, не только галы, но и остальные потихоньку интегрировались в римское гражданское, в римское сообщество, вольноотпущенники различные занимали тоже высокие посты, в принципе, некоторые варвары даже были известными генералами римскими, и все это приводило к налаживанию связей, так называемых бытовых связей между этими народами, между римлянами, коренными римлянами, затем гражданами Римской империи, и теми народами, которые жили на периферии, на границах. Также неоднократно римляне пользовались своими соглашениями, договорами, или им непосредственно нанимали варваров для службы своей армии, или для охраны своих границ, ну и всячески с ними соприкасались, торговали, собственно говоря, старались тоже отцивилизовывать, но варвары были не против. Особенно это было видно по многим племенам, которые приняли арианство, чисто, можно сказать, христианскую религию, которая противоречила, несомненно, устоям варварским, варварской первозданной религией, которая очень сильно изменила их мировоззрение. Однако, у нас тут серьезная такая вещь, с которой нужно разобраться, и, ну, такое количество войск, купываем в основном на кавалерию, конечно же, кавалерия лучше бы была преимущественно сармадской, но есть, что есть. Другого я не вижу. Так, это что у нас происходит? Хех, странно. В лагере моя селень, но они лагерь не собираются занимать, они собираются идти дальше. Восточная Римская империя поступает по уму. Однако, давайте хотя бы нескольких разобьем. Блин. Давайте, наверное, еще. Я не понял, и как это понять, и как это подкрепление привести. Даешь ты мое заглючило, вы смотрите, я не могу воспользоваться этим стеком. Ну ладно. Разберемся тогда тем, что у нас есть. Капитан Герений будет создавать для нас основные проблемы, но давайте посмотрим, что мы сможем с ним сделать. И в результате взаимоотношений римлян и других народов, кельтов, германских племен создали своеобразные отношения. Своеобразные отношения, которые, в принципе, и позволили германским племенам перенимать цивилизацию Рима так быстро. Так что не стоит думать, что Западная Римская империя была бесследна, все и улетучилась в историю. Нет. Она на самом деле просто трансформировалась, перешла под командование, так сказать, новых военных вождей, военной демократии, которая впоследствии выродилась в монархию и, в частности, дальше и в империи уже в Средневековье. Кстати, Священная Римская империя, ну и другие-другие империи, которые создавались многими-многими. Да, хотя бы тем же Хлодвигом I он тоже своеобразную империю клепал, становясь его королем-императором. Так, наверное, в два в два таких больших кавалерийских отряда мы поставим кавалерию для удобства управления. Пехоту отдельно с генералом. Жалко, что не сарматская кавалерия, она бы несла гораздо меньше потерь. Наверное, как здесь у Восточной империи вы видели, какие они плохие тоже войска, поэтому, ну, здесь кавалерия, к сожалению, так легко отделаться от врага не получится. Ну, давайте начинать работать. Они еще и крестьян используют. Поближе подойдем. И с этой стороны также аналогично мы выстроимся. Постараемся, чтобы враг проскользнул в эти тиски, но потом замкнем с двух сторон, по флангам ударим, и наверняка это будет победой. Но есть одна опасность. Вы смотрите, у врага тут и стреляющих юнитов тоже дофига. Они могут поступать так, как мы, в свою очередь, всегда хитро хотим поступать. Нас пытаться расстреливать потихоньку. Ну, в принципе, мы можем очень быстро сменить наши позиции, атаковать лучников, уничтожить их, ну, и потом ударить по флангам и стоящего врага. Ничто нам не мешает, у нас кавалерии хватает. Здесь, я думаю, крестьян сомнут мгновенно практически. Интересно, за сколько секунд... Ну, даже на одной секунды не прошло, они уже побежали. Так, ну, с лучниками с этими то же самое. Теперь этих крестьян. Очень слабый фланг у них здесь вышел. Ну, скажем так, и у нас преимущество. Правда, преимущество именно в кавалерии. Очень удобное в такой пехотной силе. Больше преимущества количественное, но мы ее практически не используем. То есть мы здесь за счет пехоты выруливаем. Сейчас посмотрим. Так, не надо разорваться. Назад-назад кавалериям. Выстраиваемся. Этот уже крестьяний. Нет, ребята, убежать уже не получится. Пошло дело так. А теперь генерал. Генерал, ну, пускай эти занимаются, пускай делятся у нас один отряд. Ничего страшного тут не произойдет. Ого, нет, здесь... Э, друзья, мы нарвались на сопротивление. Причем серьезное. Пограничники, вы смотрите, как держат. У-у-у-у-у. Несмотря на то, что они уменьшаются там с громадной скоростью, тем не менее держат. Так, но эти все равно они не остановят, и вспомогательная конница не остановит. Так, есть готово. Сейчас сломим эту вспомогательную конницу. И все, враг остается полностью. Ага, здесь ланциарь, успели уже к нашим... к нашей кавалерии прибежать. Назад, 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 поворачиваем. Как удобно, что враг отвлекся на нашу кавалерию. Пускай занимается тогда этот генеральский отряд своей ерундой, а мы отвлечем, погоняем даже его по полю боя. Нас на это времени вполне достаточно, но пока будем разбивать его. войска. Ого, ланциарьи. Ого, да. Вот чем преимущество ланциариев. Вы смотрите, как наша кавалерия здесь на ланциариях. Просто она просто умирает, но все-таки смогла их сломать. Так, нет. С ланциариями не надо больше сталкиваться, хватит. Не хочу я больше с этой пикотой работать. Кавалерия слишком у нас потери получаются. Не такие уж сумасшедшие, но тем не менее, давайте лучников перебьем всех, ну а там уже дальше будем торговаться, как у нас получится. Вспомогательные всадники у них у генерала. Погнали наш отряд, ну и понятно, их было слишком много. Мы уже очень устали здесь. Так, еще немного давайте восточных лучников сломить, и они ущерб наносят неплохое. Ай, нет, не удастся перегруппироваться. Так, а что тут происходит? Вспомогательные всадники решили с нашими наемниками поздороваться, ну что ж, здрасте. Назад, назад кавалерия может возвращаться в принципе назад, вот сюда. Ну и будем ждать, пока пехота сама ломанется сюда. Я хочу попробовать, как у нас пилумы идут от этой первой когорты. Их должно быть, по идее, громадное количество, когда они кидают. Все-таки 242 человека в отряде, это серьезно. Поэтому очень большое желание, чтобы так и произошло. чтобы они чисто за счет пилумов сдались и были уничтожены. Так, назад, ну быстрее, 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 ускоряемся. Еще, ну блин, они даже успевают кидать пилумы, но это в принципе даже никого и не убило. Так, кто-то подошел, вы смотрите, все, пошло дело. Мы пилумами будем закидывать. Так, ну теперь эту кавалерию можно сюда перевезти, назад, развернуть, хотя бы приготовить к удару, если враг приблизится. Это вы зря, конечно же. Мне кажется, они даже не добегут. Не добегают, молодцы, смелые ребята. Не только добегают, но и сражаются. Ого! Да, любопытно, любопытно. Так, все. Не хватило их надолго. Солдаты полевой армии убежали. Блин, они отступают, но снова же отступают, но что же это такое? Нет, всем наступлением. Догнать, уничтожить, ну какие ж гады. Снова отступают, еще не хватало второй раз с ними завязываться. Эх-эх-эх-эх-эх. Это такой негатив очень сильно большой. Снова мы не успеем их догнать. Ну же, друзья, ну же. Не хотят они на наших условиях сражаться, у них только одно решение, есть это отступление. Сразу же. Разумное нужно заметить решение, но оно не выгодно нам. Сражаться нужно до последнего. Готово. Так, хорошо, догоняем. Есть, отлично. Еще этих догнать, и все. Ну, 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 приближайтесь сюда. Да, ну что ж такое, уйдут все-таки, да, ушли эти, и их классные эти самые, каких-то там, лучники тоже ушли. Жалко. Жалко, два отряда ушли. Нужно было полностью разгромить, чтобы было окончательное поражение, без всяких, но, но, увы, здесь не получается. так, еще этих, ну, и все. Хорошо, хоть ненамного мы уменьшили, на один стэк уменьшили армии противника, но все же там нас ждут еще пару стэков. Пока что, пока что радоваться нечем. Наша группировка на этой стороне слаба, для того, чтобы окончательно заявить о себе. И придется в Константинополе потрудиться, чтобы еще больше войск получить свое распоряжение. Что же, мы обратно переходим к нашей истории, то есть, рассказу о том, как великое переселение смыло, изменило. Изменило лицо Европы. Да. Есть. Хорошая такая цифра. 2056 на 317 наших. Отлично. Очень радует. Практически 1 к 10. Но еще работа и работаем. Блин, жалко, не доходим до этого. Нужно было бы разбить его на этом ходе, и было бы намного лучше. А так как мы не успеваем уже разбить его на этом ходе, на следующем можно получить против себя два стэка. И расклады уже могут быть совсем другими. к сожалению. Так, эти походили, этими походили. Тут все понятно. Здесь тоже все ясно. Так, поселение вандалов мы захватим. Сейчас прямо. Хотя, хотя, наверное, еще немного подождем. В сюжете вожди меня всегда смущают. Автоматом их никак не возьмешь. Кардубе что-то не нравится. Да, ну и почему я, кстати, вот этих вот из Саламантики? Конечно же, я не буду гнать их через всю империю, туда, к варварам. Пришло время разобраться с перберами. и это время как раз так удобно подоспело. Единственное, что нужно еще корабль, чтобы перевести нашу армию. Это кто вообще подошел? Что такое вообще? Назад они, вы видите, они назад, они поняли, что надо что-то делать, но, увы, вы не успеете. Кирена наша, однако, теперь встает вопрос, как ее удержать. Как сделать так, чтобы не переходили ее назад, не забрали. Бунт подавлен, друзья. Да мы решили два вопроса сразу. Нет никаких теперь повстанцев Восточной Римской империи, нет у них города, мы его уничтожили, и нет у них ни одной провинции. И, соответственно, все. Теперь одним противником стало меньше, даже на карте. Что, несомненно, не может не обрадовать нынешнего императора. Все расширяющиеся и расширяющиеся империи. Климатические условия похолодания снова же, отсутствие нормальных угодий, на которых можно питаться, пропитаться, с которых можно получить какую-то прибыль. Вы наверняка знаете, что верхушка военной демократии, именно те вожди, которые правили вот этими переселениями, они проживали за счет обыкновенных народов. То есть, было так, пришло там 3000 франков, осели на землях, на которых население гала-римлян 1100, например, и питались за счет всех этих гала-римлян поборов, за счет того, что у них есть оружие, что они стали правителями, а остальных нет. Так, кстати, и развилась феодальная система отношений, то есть, тот, у кого есть оружие, питается за счет того, у кого нет оружия, ну и процветает, соответственно. поэтому не стоит думать, что у каких-то там крестьян, селян не было нормальных пропитаний или нормальных условий жизни, и они решили переселиться и заполучить свое распоряжение, что-то лучше нет. Это было чисто ага, вон наши ребята, ломбарды приближаются, но они приближаются с такой нехорошей, конечно же, стороны. Ну, всему свой черед. Давайте пока решать другие проблемы. Походим и посмотрим, что там дальше произойдет. Куда-то они повернули, пускай поворачивают, это уже не наше дело. Когда они появятся на наших границах, тогда будем думать, здесь все-таки у них... Блин, ничего не сделали, Восточная империя ничего не предприняла, так что мы можем разбивать их снова же один за другим. Вот такие вот объявления интересные, да? ... ... Продолжение следует...